Ход реализации национального проекта «Цифровая экономика» обсудил на очередном заседании региональное правительство. Губернатор Игорь Руденя заслушал доклад о том, как работы идут в текущем году, а также обозначил задачи на 2020-й. Подробности в первом репортаже нашего выпуска. Глава региона отметил, что в соответствии с поручением президента России на всей территории страны в течение 10 лет должна быть проведена цифровая трансформация. При этом должны быть использованы отечественные технологические разработки. Национальный проект «Цифровая экономика» дает возможность нашему региону выйти на более качественный уровень получения гражданами всевозможных услуг. Прежде всего, это максимальная доступность государственных услуг в дистанционном режиме, в цифровом. Это расширение возможности единого портала государственных услуг. Второе, это для нас очень важно, это отцифровка медицины и вообще всей работы. Система здравоохранения, потому что сегодня это один из больших и самых востребованных объемов. В рамках проекта «Цифровое государственное управление» одним из значимых показателей является оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме. До 73% увеличилась их доля, представляемых с помощью единого портала. До 68% повысилось количество граждан, которые через этот сервис в нынешнем году направили 2 миллиона 300 тысяч заявлений. Столичные эксперты отмечают, что у Верхневолжи есть все, чтобы добиться еще больших успехов. Потенциал цифровой трансформации в Тверской области действительно большой. Мы понимаем, что сделаны определенные шаги, есть хороший задел. Сейчас нужно усилить, приложить гораздо больше усилий, сделать такой качественный рывок в ближайшие 2-3 года и далее. В Верхневолжи уже более полувека является одним из ведущих центров по разработке отечественного программного обеспечения. Тверские НИИ, IT-компании создают и внедряют программное обеспечение систем искусственного интеллекта, автоматизированных систем управления. Кадровый потенциал региона позволяет на достойном уровне проводить обучение в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления. Уроки цифровой грамотности, уроки, связанные с использованием цифровых сервисов, цифровым мышлением, анализом данных, искусственным интеллектом, они очень важны. Они важны причем не только на уроках информатики. Это уроки, которые... Это инфраструктура, это вопросы инфраструктуры и методологии преподавания той или иной дисциплины. Еще одним важнейшим моментом является создание соответствующей инфраструктуры. В этом году в Тверской области подключены к высокоскоростному интернету 1398 социально значимых объектов от школ до фельдшерско-акушерских пунктов. Связью стандарта ЛТИ обеспечены все населенные пункты с численностью населения от 1000 человек и более. А покрытие сотовой связью трасс федерального значения составляет 85%. Губернатор Игорь Руденя отметил, что до 2024 года максимально должна быть охвачена сотовой связью опорная региональная дорожная сеть. Субтитры создавал DimaTorzok